Здравствуйте, это Игорь Виттель, парадокс с Игорем Виттелем, телефон в студии 6510-996, код города 495. В студии у меня легендарный востоковед, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Я все не буду перечислять. Да, конечно. Александр Игнатенко. Александр Игнатенко, вопрос первый. У нас как бы передача называется, чем все закончится на Ближнем Востоке, но хотелось бы взглянуть более глобально. А вот та линия противостояния, которая происходит сейчас, да, кто-то говорит, что это линия противостояния между исламом и иудеохристианскими цивилизациями, кто-то говорит, что это противостояние, я знаю, что вы тоже, наверное, придерживаетесь этой точки зрения монархии аравийских с Ираном, кто-то говорит, что это глобальное противостояние США и Китая, но другого не исключает, да, это как многогранник, скажем так, мир не двухмерен. Но вот нынешняя арена боя, мы видим, как все сошлось на Востоке, в основном на Ближнем Востоке, на севере Африки, отчасти цепляет уже, подбирается к европейскому континенту, так через Турцию. А хотелось бы понять, да, вот исходя из всего этого, что сейчас будет с миром и что будет с Россией? Как там Шевчук, что же будет с Родиной и с нами, да? Игорь, ваша передача называется... Парадокс. Парадокс, да. А у него конфликт с историей. И парадоксальность ситуации, кроме всего прочего, во-вторых, в том, что та ситуация, которая в настоящее время имеет место на этом Ближнем Востоке, она уже была в этом регионе давным-давно, она не менялась без какого-то вмешательства иудео-христианской цивилизации. И есть одна очень интересная социологическая, политэкономическая и политологическая работа, вы будете смеяться, 15 века, которая описывает причины голода, который регулярно наступал в плодороднейшей зоне Нила в Египте. Так вот, автор пишет, что это было не от того, что не хватало, предположим, там, Ила Нильского, или погода была плохая, или климат дурной, а все это было от того, что государственный аппарат был поражен коррупцией. И он описывает вот это состояние коррумпированности государственного аппарата. И когда читаешь эту книгу и пытаешься спроецировать все это на сегодняшний день, совпадает все один в один, вплоть до такой проблемы, которая нередко игнорируется, когда обсуждаются проблемы и свершения, если они есть, Ближнего Востока, например, Арабская весна, такая проблема, как сочетание в одном регионе, сосуществование в одном регионе двух цивилизационных парадигм. С одной стороны, это цивилизация, как таковая, которая представлена в городах, а с другой стороны, то, что учитель того социолога, о котором я говорю, социолога звали Аль-Макризи, а учителя звали Ибн Хальдун, того, что Ибн Хальдун называл примитивностью. То есть вот те самые племена, которые в 14-15 веке захватывали центры цивилизации и опускали их и в буквальном, и в переносном смысле, так вот эти самые племена, они и в настоящее время там присутствуют в полном объеме и в Марокко, и в Алжире, и в Тунисе, и в Египте, и в Ираке, и в Сирии, которые мы представляем себе как какие-то страны цивилизованные. Да, они цивилизованные, но это цивилизация, это такая позолота на этих обществах. А так вот там есть это... То есть это война села с городом? Тихий. Простите за примитивностью. Ну, если хотите, да, и для того, чтобы это действительно было понятно, да, это война деревни с городом. Я могу это и так интерпретировать. Плюс, плюс, и это самое главное, самое первое, коррумпированность государственного аппарата. И эта коррумпированность, она присутствует и в Египте, и в Тунисе, я перечисляю, те страны, где... Ну, давайте уж сразу с нас начнем тогда. С чего с нас? С нас, да. Чего же мы сразу киваем-то на арабские истории? Вы знаете... Нашу историю тоже можно рассматривать именно под этим углом, как именно войну деревни и города. Ну, почему, как говорится, нет, но, наверное, все-таки для этого вам нужен другой специалист, который хорошо знает историю России. Я историю Ближнего и Среднего Востока знаю лучше, чем историю России. И, честно вам скажу, вот такие, знаете, ну, что ли, параллели далекие, перебрасывать мостики, знаете, между Ближним Востоком или там Египтом, предположим, и Россией, все-таки это некорректно. Хотя сходство можно найти. И вот вы говорите сейчас о борьбе между городом и деревней и так далее. Ну, да, в каждом обществе есть своя деревня, в каждом обществе есть свой город. Нет, подожди, Сосаныч, вот я на секундочку вас перебью. Я когда общался с людьми, которые выходили на площадь Тахрир, да, это же все-таки неоднородная абсолютная масса. Там были представители всех слоев населения, тех, с которыми общался я, это были люди интеллигентные, очень европизированные, блестяще образованные, владеющие несколькими языками. И когда я задавал вопрос, что у вас там происходит, да, они говорили, ну, вот это вот борьба современного европизированного, скорее, секулярного общества против традиционного отстала. То есть наоборот, хотя победили в результате, да, то самое село, да, то самое деревня, братья-мусульмане. Если мы возьмем Ливию, там была немножко другая конфигурация. Если мы посмотрим другие страны, если, опять-таки, мы посмотрим на Турцию, то там вообще вышли все против всех, по идее, да. Хотя, опять-таки, молодежь, более европизированная, с чего начался парк ГЗ, да. Таксим, да. Ну, сначала парк ГЗ, потом таксим и далее везде. Это, в общем, были такие даже не столько европизированные, сколько такие европейские маргиналы, скажем. Там были лидеры ЛГБТ-сообществ, вполне себе такие а-ля амстердамские наркоманы, потребляющие легкие наркотики. То есть, веселая такая тусовка в маленьком парке. Но и вдруг за ними хлынул прорыв людей, недовольных такой новоосманской политикой Эрдогана. То есть, везде своя конфигурация. Можем ли мы описывать одной схемой все то, что происходило? Вы абсолютно правы. Но поскольку мы начали с несколько иных тем, глобальных, если можно так выразиться, то я и ответил вам репликой о каких-то глобальных проблемах. То есть, те проблемы, которые в настоящее время наблюдаются, и кризисы, конфликты, которые наблюдаются на Ближнем и Среднем Востоке, они не новость для Ближнего и Среднего Востока. Что же касается Тахрира, Токсима и всех других мест, куда выходят вот эти вот люди европеизированные, либеральных взглядов, левых взглядов. Кстати, там много марксистов, коммунистов и даже троцкистов в процентном отношении. То, конечно же, вы абсолютно правы. Это выходят люди, которых не устраивало то, что их страны либо шли по пути, скажем так, демодернизации, либо они понимали или чувствовали душой, интуицией, что то общество, которое выстраивают власти, общество исламистское, общество ретроградное, реакционное, угасающее, гибнущее, это то общество, в котором им и их детям и внукам жить не хотелось бы. И революция 25 января в Египте... После выпуска новостей буквально через минуту, если не возражаете, вернемся в студию. Продолжаем парадокс с Игорем Виттерем. У меня в гостях Востоковед Александр Гнатенко. Прошу прощения, Александр Александрович, перебил. Так вот, если взять революцию 25 января 2011 года в Египте, то, конечно же, это была революция либерального толка, в определенном смысле прозападная, еще произошедшая не без влияния западных центров экономических и политических типа Соединенных Штатов, не без применения технологий, связанных с использованием сетевых всякого рода средств, Твиттера, Фейсбука и так далее. То есть это была, если опять-таки в категориях цивилизационных говорить, это была проевропейская, прозападная революция и светская революция. Другое дело, что после этого произошло много чего. Нам часа не хватит для того, чтобы всю эту историю повторить. Но в результате этого чего к власти в Египте пришли исламисты, в первую очередь братья-мусульмане, и, что очень важно, другие исламисты типа салафитов, алькаидовцев и так далее. И они попытались резко развернуть страну с того курса, по которому она шла. И здесь-то как раз в действие вступила армия. Армия — это механизм такой в Египте и в других странах. Да, он стабилизационный механизм, но что важно иметь в виду, это механизм, если можно так выразиться, европеизированный или оксидантализированный, то есть инструмент, который строился по западным шаблонам. И дело здесь не только... И в противовес религиозным институтам. И в противовес религиозным. Потому что Насер бы так панорабистским все-таки был настроен, чем религиозный человек. Он настроен модернистски. Дело ведь вот в чем. В 20-х годах прошлого века, в Турции, которую вы упоминали, тоже произошла революция. И революция произошла антиисламская, антиисламистская, светская. Я в данном случае имею в виду Ататюрка и революцию Ататюрка, который своей первой и даже главной задачей ставил борьбу против ислама и исламизма. Но он появился в Турции не так вот, знаете, как Европа из пены морской, из ниоткуда. Он из конкретных движений. Он из конкретных движений. И еще султаны. Они стремились перенять все, например, построение военных порядков, вооружение, даже военные оркестры. Европейцы. Вы приглашали массу европейцев, французов в основном, для того, чтобы они выстраивали современную, нерелигиозную, светскую, турецкую армию. И вот в 20-е годы произошло то, что произошло. И дальше уже ситуация развивалась таким образом, что армия была в Турции, с одной стороны, гарантом модернизации. И Турция поднялась. Она стала почти европейским государством. А с другой стороны, армия, современная армия, Турция член НАТО, она была, как это может быть, не парадоксально звучит. Регрессивным элементом. Нет, нет. Она была фактором демократизации. То есть она, это смешно звучит, парадоксально, но в Турции она была гарантом демократии, гарантом демократизации. Что же касается исламистов, да, и в Турции, и в Египте, и везде, 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 то они действуют по формуле, которую в 90-х годах прошлого века разработал советник Белого дома, американского президента-демократа, Эдвард Джериджан, он армянин по происхождению. И он описал отношение к исламистам, к демократии следующей формулой. Один голос, сейчас, один человек, один голос, один раз. То есть совершенно было очевидно и остается очевидно для объективных наблюдателей, что исламисты, когда они приходят к власти в результате демократических процедур, да, там относительное большинство голосов получают, как президент Мурси и так далее. Да хватает этого только на один срок. В Египте они сразу начинают выстраивать исламистскую систему власти. Это один в один произошло в Египте, и сравнительно быстро это выявилось. Это выявилось за несколько первых месяцев, да, его властвования. И когда годовщина произошла, 30 июня, армейцы, блокировавшись со светскими прозападными, в широком смысле слова, элементами... Мурси немножечко сбросили. Да, его немножечко сбросили. Его немножечко в тюрьму посадили. Подождите, я вас на секундочку переверю. А давайте промотаем вот на полтора года назад. Да, начало, ну не на полтора, это уже два с большим, да. Почему ситуация во всех этих странах обострилась практически одновременно? И в Тунисе, и в Ливии, и в Египте. Это цепочка событий самопроизвольная, то есть накопившиеся внутренние противоречия в каждой стране. Либо это все-таки, я к чему подвожу, да? Я понимаю. Посмотреть, кому это вы... Я все время пытаюсь найти бенефициара. Но вот не верится мне, что при всей, скажем так, вот глядя там на администрацию Обамы, при всей укажущейся отчасти неадекватности, да, и также администрации Джорджа Булу-младшего, политики на Ближнем Востоке, я сейчас не беру так, да, в их политике на Ближнем и Среднем Востоке, если взять. Мне кажется, что все-таки она была неадекватной, ну, не верится мне, что она была настолько глупа, чтобы Соединенные Штаты позволили себе более-менее равновесную ситуацию, да? Ну, пожилой человек, Мубарак, но все-таки союзник из США, главное, вполне себе по отношению уж, по сравнению с другими, да, лояльный к Израилю, чем к ближайшему союзнику Соединенных Штатов. А покойник Каддафи, царство ему небесное, ну, так, конечно, тоже был не самый сладкий на свете человек, да, но последние годы захлеб дружил со всеми, включая и европейскими лидерами, и был понятен и предсказуем. Куда ни возьми, понятных лидеров, да, вменяемых, меняют на нечто непонятное, еще к тому же ситуацию явно не держа под контролем. Как так произошло? Я готов ответить на этот вопрос. Вы абсолютно правильно ставите проблему. Те комментаторы, эксперты, политики, которые упираются в Соединенные Штаты, в объяснение всего того, что происходит на Ближнем Востоке, это просто такие экспертные лентяи, я бы сказал, потому что они не смотрят на то, что реально происходило и происходит в этих странах. Кстати сказать, если мы посмотрим на события, например, в Ливии, то увидим, что Соединенные Штаты принимали там очень пассивное участие. Ну, сами, да, но они все-таки стояли за всем этим, они чужими руками в данном случае загребали. Нет, не они стояли за всем этим. За всем этим стояли, я могу специально об этом рассказать, Катар и Саудовская Аравия. Но я, да, а главный ударный кулак был французский. Но это особая тема. Я бы все-таки сначала хотел в общем ответить на ваше справедливое замечание. Дело в том, что многие эксперты, комментаторы, политики, когда обсуждают то, что происходит на Ближнем Востоке, употребляют термин революция. И этим все объясняется. Я даже слышал там такую периодизацию революции. Вот это типа февральская революция, а вот скоро будет октябрьская революция. Периодическая система революции имени Менделеева. Имени, да, имени Менделеева, имени Ленина и Троцкого. Значит, вопрос в том, с моей точки зрения, что там происходили чрезвычайно сложные процессы, которые обозначаются хорошим русским словом турбулентность. Но внутри этой турбулентности самые разные потоки. То есть события были выстроены не линейно, а они были выстроены турбулентно. И там происходили одновременно, если хотите, несколько революций или несколько общественно-политических процессов. Например, в первую очередь, это реальное восстание народных, так называемых, масс против ужасающих условий жизни. Первое. Второе. Это своего рода цветные революции. Значит, но говорить, что в Ливии же... Ну, сам не был, но огромное количество людей говорило, что в Ливии был чуть ли не такой социалистический рай на земле. Да, согласен. Где же тут народные массы? Я как раз подхожу к этому. Второй поток, это так называемые цветные революции. А что такое цветная революция? Это перераспределение власти и собственности между элитными группами. Это не народная революция. Это просто одна элитная группа, которая ощущает себя обделенной какой-то, грубо говоря, мало получает от того пирога, которым пользуются Каддафили в Ливии, Бен-Алиф, Туниси, Мубарак в Египте. Она хочет скинуть этого человека, эту группу людей, этот клан, который сидит уже в течение 20-30-40 лет и отсасывает все из страны. Но это не все еще. Там, под этим всем, так сказать, пеплом, если можно так выразиться, пеплом, который остался от предыдущих... Еще и народная революция в Египте, потому что там уже... Это первая, я сказал. Нет, в Египте не одна. Я считаю, что в Египте все-таки несколько революций в одной. Хорошо, согласен, да. Есть еще чрезвычайно важная вещь. Это национально-освободительные антиарабские движения в арабских странах. Это в Ливии берберы, в Тунисе тоже берберы, в Египте копты и нелодские племена на юге, в Ираке это курды, как это хорошо известно, в Сирии там много кого, включая армян, между прочим. Я так и знал, что армяне всегда видят причем. Ну, там есть группировки всякие. Это еще не все. Ко всему к этому, ко всему к этому. Нужно добавить существовавшие там в подпольном состоянии экстремистские группировки. По сути дела, подразделения Аль-Каиды. Они все были во всех этих странах. Братья-мусульманы. Ну, в том числе. В том числе и братья-мусульмане, хотя они более умеренные, чем Аль-Каида. И, наконец, но не в последнюю очередь, надо принять во внимание то воздействие, внешнее воздействие, которое на ситуацию во всех этих перечисленных странах оказывали аравийские монархии, Катар и Саудовская Аравия в основном, которые в видах будущей войны с Ираном... Вот сейчас после выпуска новостей, если неизвестно, ровно минуты сейчас запомните эту фразу. Ну что, возвращаемся в студию. Это Игорь Виттер и Парадокс с Игорем Виттером. Беседуем с выдающимся востоковедом Александром Агнатенко. Так вот, Александр Александрович, вот сейчас мы подошли к тому моменту, который я бы хотел еще более подробно расшифровать. А чего не поделить? Потому что для большинства наших радиослушателей, не в обиду им будет сказано, арабы, они и есть арабы, восток есть восток, кто там арабы, кто берберы, вообще сам черт ногу сломит. Нас-то интересует, что именно они поделили аравийские монархии, например, с Ливией или с Ираном. В чем суть конфликта? А главное, пометуя о том, что и Соединенные Штаты, и вся Европа, практически в один голос Иран пытается сейчас спрежучить с ядерным оружием, а мы понимаем, что война Ирана с Саудовской Аравией и вообще с аравийскими монархиями близится, то мы понимаем, что наличие урана, если действительно есть ядерное оружие, что это может стать катастрофой для региона, для нас, для много для кого. Давайте вот подробно рассмотрим суть этого конфликта. Я готов. И вот когда мы говорим об этой турбулентности и об этих факторах или потоках разные, которые и переплелись, и вступили в резонанс, то мы должны, конечно же, иметь в виду аравийские монархии, в первую очередь конкретно Катар и Саудовскую Аравию, которые в видах будущей войны в Персидском заливе стали пробивать, если можно так выразиться, пути для транспортировки углеводородов с Аравийского полуострова в обход Армузского пролива. Который легко перекрываем. Да, наши слушатели могут это увидеть на любой карте, даже политической карте мира. И стали искать, как я уже сказал, в обход Армузского пролива пути. А эти пути, если опять-таки посмотреть на карту, это на Аравийском полуострове, с востока на запад к Красному морю и дальше на север к Суэцкому каналу, с тем, чтобы выйти, иметь возможность выйти на бассейн Средиземного моря. Это по морю, по воде, но они стали пробивать еще и сухопутный маршрут через территорию Саудовской Аравии. Опять же-таки, можно посмотреть на карту. Иордании, и Сирии к побережью Средиземного моря и к Турции. И это заставило их определенным образом воздействовать на внутриполитическую ситуацию в разных странах, в частности и особенно в Египте. То есть это не религиозные противоречия лежали в основе конфликта? Нет. Противоречия между аравийскими монархиями с одной стороны и Египтом, Ливией, с другой стороны, они не религиозные, потому что и те, и те сунниты, в основном по преимуществу, во всяком случае, правящие группы там суннитские. Но дело в том, что если идти через Ливию, прошу прощения, если идти через Сирию, то в этом случае нужно воевать с сирийским режимом, что и делают Катар и Саудовская Аравия чужими руками. А этот режим шиитский, около шиитский, и ко всему прочему, Иран там очень сильно, очень хорошо укрепился. И получилась такая ситуация, что Сирия, это своего рода буферное государство, оказалось для Ирана и для аравийских монархий такое двойное буферное государство. Вещи относительно новые в истории, хотя такого рода примеры были в истории. Между прочим, Польша в 1939-1939 годах оказалась таким буферным государством. Она была таким двойным буферным государством, где схлестнулись, помните, Германия и Советский Союз. И в результате помните, что произошло. Вот Сирия, это сейчас своего рода Польша для Ирана и аравийских монархий. И они, когда затевали всю эту кашу в Сирии, в частности, то думали, что все произойдет так же быстро, как произошло в Ливии. Раз-два и готово. А нет. В Ливии, по сути дела, не было такого панциря или хребта государственного. Все держалось на одном человеке, на Муаммаре Каддафе. Его убили. И все рухнуло. А в Сирии жесткая довольно политическая система. Партия правящая. Достаточно мощная армия. Самое главное, такой сильный союзник, который готов идти далеко, может быть, до конца, как Иран. И они там завязли. То есть сейчас уже больше двух лет. В Сирии продолжается эта война. И она еще будет какое-то время продолжаться. И такое впечатление, что аравийские монархи терпят там поражение. Тут два уточнения, если можно. Первое уточнение. Как вы считаете, в Ливии они добились своего или нет? Да, они свергли Каддафи. Но то, что они получили сейчас, по-моему, вовсе не работает на монархии. Хороший вопрос. Вы абсолютно правы. И в том смысле, что... Я сразу второй задам, чтобы больше не перебивать. И второй вопрос. Он в панданже к этому идет. Как только стрелка весов, тут абсолютно право, клонится в Сирии в сторону Асада, видно, что успокаивается ситуация, вышибают из Холмса, вышибают из других опорных баз боевиков, тут же Соединенные Штаты и союзники начинают немножечко подливать керосина. То давайте мы будем подставлять оружие, то давайте мы опять проверим, не применялось ли там правительственными войсками. Соединенные Штаты. Не монархии, это не Лига Арабских государств, не монархии из Ливии. А тут начинается именно... Еще раз хочу повторить, зачем там Соединенным Штатам и добились ли монархии Соединенные Штаты своего в Ливии. Все, я замолк, слушаю ответ. Вы очень хорошо сформулировали проблему в Ливии. Да, в Ливии аравийские монархии точно хотели восстановление монархии синуситов, которые были свергнуты тогда еще, по-моему, капитаном Муаммаром Каддафи в каком-то замшелом 1960 каком-то году, кажется, 1962. Вот с тех пор он и сидел во власти, откачивал все из Ливии, и, так сказать, клану Каддафи и родственным племенам. Ну и Ливии самой перепадало. Уж давайте не будем... Ну, перепадало, да, перепадало. Не худший пример. Но люди хотели... Большего. Большего, да. Так вот, значит, они все это очень хорошо устроили. В Саудовской Аравии сидел наследник престола синуситов. Флаг там уже возобновили, который существовал до 60-х годов в Ливии. Все было уже хорошо, вплоть до того, что еще при живом Каддафи Катар стал из Бенгази экспортировать нефть. Танкеры прям целые посылал, кстати сказать, посылал в Китай. То есть стал торговать ливийской нефтью. И они думали, что там будет установлена вот такая монархия в каком-то политическом отношении, родственная аравийским монархиям. И по моим предположениям, они даже хотели включить эту ливийскую монархию в союз сотрудничества арабских государств Персидского залива, который объединяет все монархии. Такие предложения были до этого направлены Марокко и Ордании. Так вот, но у них произошел очень резкий облом. Какого рода облом? Вот те самые племена, о которых мы в начале нашей беседы говорили, они сказали, да видали мы вас вместе с вашими монархиями, вместе с вашей Аравией. Кстати сказать, еще при Каддафе ливийцы воспитывались в антиаравийском духе. Каддафи был единственный арабский лидер, который говорил, что все беды арабского мира от арабских ваххабитов. Это единственный был человек, который на официальном уровне публично говорил о боровийском ваххабизме. Так вот, произошел облом, племена, которые играют очень большую роль, воспротивились всему этому. И сейчас Ливия, по сути дела, разваливается. Такого государства, как Ливия, де-факто, де-юре, де-факто не существует. То есть, де-юре существует? Да, де-юре существует, де-факто его нет уже, этого государства. Но самое-то главное, в связи с арабскими монархиями, что и арабские монархии с этого кайфа никакого не получили. А почему они тогда дальше-то не продолжают? Вот вопрос. Как дальше не продолжают? А как они будут продолжать, если... Ну, этих сфер, ну, все как в Египте. Нет, 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 нет. Они... Проблема-то в чем? Смотрите, всем этим занимаются Катар и Саудовская Аравия. Кстати, в первую очередь Катар. Посмотрите на карту. Не каждая карта этот Катар на себе помещает. В том смысле, что это микроскопическое государство, которое, ну, знаете, проводит такую политику, не ступая широко, штаны порвешь. Катар сломался. Катар везде был. Катар в Ливии, Катар в Египте, кстати сказать. Катар в Аль-Джазире. Катар содержал и содержит братья-мусульман в Египте, а не полностью на его коште. Катар в Сирии, Катар в Северо-Западной Африке, Мали и все остальное. Вот вся эта история, которая еще не закончилась, между прочим. И, вы знаете, такое маленькое государство, даже большое государство, оно не потянуло бы это все. И совсем недавно собрались монархи арабские и сказали уже бывшему эмиру Катару, мужик, остановись, пожалуйста, уходи на покой, кстати сказать, он очень больной человек физически, и прекращай ты этот бардак в арабском мире. Это без преувеличения такое было. И он вынужден был согласиться, потому что уже ресурс катарский, он исчерпался. И это заставляет думать, что ситуация в этих странах, например, в Сирии и в Египте, она, если можно так выразиться, оздоровится. Почему? Потому что вот этот вот режим, братьев мусульман, в Египте, он весь был построен на катарские деньги. Источники говорят о том, что катар вложил в это дело в приход к власти в Египте несколько десятков миллиардов долларов. И я охотно верю этим людям. Кстати, в Сирии только на подкуп генералов и офицеров сирийской армии, которые дезертировали и перешли на сторону противоположную правительству, Асаду, катар истратил, это говорят эксперты арабские в Бейруте, где все знают, 15 миллиардов долларов. То есть проблема в чем? Здесь 15 миллиардов, здесь несколько десятков, здесь десяток и так далее, и тому подобное. Но этого не выдержит никакое государство. И вот эти все игры, которые, вообще-то говоря, в конечном счете являются экономическими, геоэкономическими, геостратегическими, они оказываются чудовищно нерентабельными. То есть этот путь для углеводородов туда, на побережье Средиземного моря... Оказывается чрезмерно дорогим, если посчитать. Он оказывается чрезмерно дорогим. И сейчас мы с вами присутствуем при таком, я бы сказал, резком развороте, резком развороте политики Ближневосточной. Например, в Египте, в Египте вот этот вот переворот, я для краткости говорю, хотя это не военный переворот. Вот этот переворот будет ровно через минуту после выпуска новостей. Ну что ж, мы вступаем в заключительную часть нашей передачи. В студию у меня Александра Гдатенко. Прошу прощения, Александр Александрович, перебил вас с Египтом. Да, с Египтом. Если мы посмотрим на события последнего времени в Египте, то мы увидим явную синхронизацию того, что происходило в стране с тем, что в Египте, с тем, что происходило в аравийских монархиях. События развивались следующим образом. Сначала убрали эмира Катара, заменили его на сына. А после этого, буквально через несколько дней, началась вот та самая революция 30 июня, которую реализовали в первую очередь военные. А после этого ряд аравийских монархий, которые были недовольны Катаром и заставили эмира Катара уйти в отставку и передать власть своему сыну и сменить курс, они, пожалуй, единственные во всем мире, однозначно поприветствовали революцию, произошедшую в Египте. И выделили минимум срочно, в срочном порядке, 12 миллиардов прямой экономической помощи. Это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт. Вот это взаимосвязанные события. То есть, можно даже рискнуть и утверждать, что тот военный переворот, который произошел в Египте 30 июня, 3 июля, о нем знали аравийские монархи, которые я перечислил. И, более того, они его в определенном смысле поддерживали и, может быть, даже инициировали. И очень важная причина, почему они поддерживали военный переворот, направленный против братьев-мусульман, это то, что братья-мусульмане за тот год, пока президентом был Мухаммад Мурси, брат-мусульманин, они налаживали отношения, причем достаточно тесные, с Ираном. И тут мы опять возвращаемся в начало нашего разговора, нашей беседы. То есть, вот эти вот противоречия между Ираном и аравийскими монархиями, они как раз и сказываются даже во внутренней политике Египта. А что делал Мурси? Мурси, вообще-то говоря, совершал своего рода предательство в отношении аравийских монархий, которые его спонсировали, а он за их спиной с Ираном. Перевели в Расте, да. Что он делал? Он, в частности, и особенно, например, как об этом говорят осведомленные эксперты, в пику военной разведки Египта, которая играет очень большую роль, что вполне естественно во внутриполитической жизни Египта, с помощью иранцев стремился выстроить собственную разведывательную службу. Это стало известно всем. Между прочим, пресса достаточно свободная в арабском мире, в ряде случаев даже очень свободная. И, в общем, все становится известно. Все можно узнать из прессы, имея терпение и время. Но этого никто не мог потерпеть. Этого не могла потерпеть армия, этого не могли потерпеть аравийские монархии. И Мурси полетел, как фанера над Парижем. А тут еще один вопрос. А чего, видя, что как бы провалилась Ливия, в общем-то, для них экономического результата не принесло. Ну, если брать за основу экономическую теорию, которую мы с вами берем, нужны новые транспортировки для энергоресурсов. Тут еще один очень важный момент, о котором, мне кажется, мы забываем. Это, пока-то все это происходит, в Соединенных Штатах происходит сланцевая революция. Соединенные Штаты становятся сами уже самодостаточной страной. И Катар, который свой сжиженный природный газ собирался транспортировать в Соединенные Штаты, разворачивается в сторону Китая, где и встречает наше намерение поработать с Китаем. Вот тут вот еще завязывается. Поэтому Катару, по идее, приходится, и он что и делает. Если вы вспомните, ну, я не знаю, правда или нет, вам виднее знаменитую перепалку Чуркина в ООН, когда он якобы сказал представителям Катара, если будешь со мной так разговаривать, то к вечеру страны твоей не будет. Я надеюсь, что это правда. Я думаю, что это легенда, но очень хотелось бы верить, что у нас еще остались дипломаты, которые способны на такие выражения. Дело не в этом. И Катар, который, как вы справедливо заметили, беднеет. Ну, конечно, нам бы такую бедность и врага... Ой-ой-ой-ой-ой, не говорите так. Ну, хорошо. Катар беднеет, но, тем не менее, интересы остаются. Ему надо как-то реализовывать. Здесь не получилось в Ливии облом, здесь не получилось, тут потратили слишком много. Об Иран-то точно зубы сломают. Да. Так что, вот почему же война-то назревает, а ощущение того, что... Вот только единственное, сейчас рвется радиослушатель, я хочу послушать, что нам так упорно хотят сказать. Олег, я слушаю вас. Да, добрый день. Очень признателен за такой глубокий анализ всей этой ситуации. Редко такое можно услышать, на самом деле. Для людей, которые действительно любят анализировать все, что-то там происходит. У меня такой вопрос. Совершенно четко согласен со всем, что было озвучено. Но вопрос такой. Можно ли говорить о наличии третьей силы, скажем так, назову ее третьей силы, которая на самом деле очень аккуратно в своих целях манипулирует? А кто, по-вашему, эта третья сила? Ну, сложно говорить, но можно как-то назвать, но которая манипулирует Катаром в Саудовской Аравии в силу того, что они пытаются свою племенную философию ваххабистскую распространить на многие страны. Спасибо, Олег, за вопрос. Оксана Александровна, вопрос вам. Ну, вы знаете, я все-таки сторонник той позиции или формулы, что хвост виляет собакой. И мы сегодня говорили, упоминали Соединенные Штаты, и есть довольно много экспертов, которые говорят, что Соединенные Штаты, они вот якобы манипулируют Саудовской Аравией и Катаром. А есть еще эксперты, которые говорят, что наоборот, Соединенными Штатами манипулируют, например, Иран, который руками Соединенных Штатов, понимаете ли, в Ираке устроил. Нет, это, если взять ситуацию в Ираке, то это просто глупость американских стратегов дала о себе знать, и Иран воспользовался результатами этой глупости. А что касается аравийских монархий, то все-таки они в виде хвоста виляют Соединенными Штатами. И, кстати сказать, если мы внимательно будем рассматривать то, как ведут себя Соединенные Штаты, то мы увидим, что они с очень небольшой охотой ввязываются в те авантюры, которые устраивали или устраивали аравийские монархии. Вот, посмотрите, в Ливии не было ни одного американского солдата официально. Может быть, там была какая-то агентура или наводчики из военной разведки. Официально не было, но простите, пожалуйста, я вас перебью. Соединенные Штаты могли, если им не нравится то, что устраивают аравийские монархии, прийти в ООН и сказать, и сказать, ребят, шибко нам это не нравится, оставьте, пожалуйста, Каддафи в покое. Нет же, как только Каддафи пытались оставить в покое, Соединенные Штаты дожимали. Сейчас вполне себе спокойно, в Сирии можно было все закончить очень быстро, просто не вмешиваясь, не поставляя... Почему Соединенные Штаты продолжают, но не доводят это до конца? Соединенные Штаты, между прочим, в Сирии занимают довольно умеренную позицию еще при прошлом государственном секретаре и при нынешнем государственном секретаре. Я здесь могу назвать и инициативу «Женебу-2», это российско-американская инициатива. Они... И тут много может быть ответов на этот вопрос, но, мне кажется, первый ответ заключается в том, что они на той же самой Ливии обожглись, поняли, что они попали в ловушку, я имею в виду в данном случае убийство американского посла. Зачем Ливия-то? Вы так и не ответили на вопрос. Соединенным Штатом-то Ливия была, зачем? Но не мешал Каддафи планам Соединенных Штатов. Он мешал аравийским монархам. Хорошо, согласен. А зачем тогда... Что они сделали, Соединенные Штаты, для свержения Каддафи? Они ничем не помешали. Я согласен. А в результате получили очередной регион нестабильности. Значит, им либо нужен этот регион нестабильности, либо им очень дорога дружба с аравийскими монархами. Давайте уже это признаем. Конечно. Что просто они готовы пойти на все, что угодно в интересах Саудовской Аравии. Конечно. Так оно и есть. Я к этому выводу с самого начала пытаюсь. На самом деле, главные злодеи и главные враги Соединенных Штатов ваххабиты-саудиты, их же хлебшие кореша. Конечно. Ага. Вот он и парадокс. Давайте вернемся еще к 11 сентября 2001 года. Кто совершил эти теракты? Американцы прекрасно знают. Кто совершил эти теракты? Джулианин не зря порвал человек, который ему вручил саудовский принц. Но они не могут ничего сделать в силу разных обстоятельств. Значит, все-таки кто тут хвост и кто собака? Вот тут уже возникает вопрос. Либо это собака вот с таким хвостом. Нет, тогда мы так это сформулируем. Хвост, который виляет собакой, это аравийские монархи, в первую очередь Саудовская Аравия, во вторую очередь в данном случае Катар. А собака, которая виляет этот хвост, это Соединенные Штаты. Но собака очень большая, ленивая, и она не хочет вилять. И туповатая временами. И туповатая временами. Ну, то есть, лабрадор такой обычный, то, что они любят. Типа лабрадора. Он в определенном смысле даже добродушный и не хочет он ввязываться во все эти дела. Потому что он обжегся уже и на Ливии, и на Ираке. Причем на Ираке обжегся, обожглись не демократы, а республиканцы. Не Обама обжегся там. И на Афганистане они обожглись. Единственное, они не могут вот так вот сразу уйти. Это очень большая собака, если пользоваться этими выражениями. Такса такая, если уж продли... Ну, гигантская такса, величиной с коровы. Вот. И она не может сразу, знаете, так раз-два, как баллонка, и убежала. Не может. И, кстати, сказать, вы знаете, я скажу, и слава Богу, потому что вот сейчас они сидят в Афганистане, и пусть там сидят. Во-первых, они уже практически не сидят, хотя сегодня сказали, что они могут еще остаться. Да. Я прекрасно понимаю, что, когда Соединенные Штаты уйдут из Афганистана, оговорочка по Фрейду, то, в общем, нам достанется, потому что через эти южные границы на нас и хлынет. Конечно. Но, в общем, они и сидят там нам гадят постоянно, по крайней мере, наркотрафик вырос чудовищно. Ну, ладно. Хорошо, не будем об этом спорить. Один вопрос, поскольку у нас осталось меньше минуты. Война-то будет? Где? На полуострове, на Бележний, Средний, Восток. Ирана-Аравийская, да? Очень вероятно, что будет, потому что аравийские монархии исходят из того, что у Ирана будет атомная бомба, а он проводит экспансионистскую политику в зоне Персидского залива, он не остановится, Иран, им что-то нужно с Ираном делать. Но сирийский кризис закончится победой иранского или проиранского блока, и тут события пойдут по такому пути, что во все это дело будут вовлекаться те же Соединенные Штаты, чтобы они нанесли удар. В общем, заварушка будет. Да, Израиль, между прочим, есть тайные связи, контакты между аравийскими монархиями и Израилем. Аравийские монархии... А на этом передача подошла к концу, продолжим. Александр Игнатенко был у меня в студии, всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok